Сегодня в структуре полиции 88-ю годовщину со дня образования отмечает Госавтоинспекция. Датой основания подразделения считается 3 июля 1936 года. Отвечает за безопасность дорожного движения, прием экзаменов на право управлять транспортными средствами, ведет учеты, регистрацию машин, мототехники, контролирует состояние дорог. А кроме того, как и другие подразделения системы МВД, сотрудники ГАИ участвуют в охране общественного порядка, раскрывают и пресекают преступления и правонарушения, а также помогают жителям. На счету сургутских госавтоинспекторов множество спасенных жизней. Нередко они первыми оказывают помощь пострадавшим в ДТП, сопровождают в больнице людей, нуждающихся в оперативном лечении и родовспоможении. В морозы не отказывают, например, в буксировке сломавшихся или застрявших машин. Помогают водителям и пассажирам согреться. Накануне в полицию Нижневартовска приехала женщина, которая попросила официально зарегистрировать благодарность сургутским сотрудникам ГИБДД Данилу Седову и Сагиту Ахтычанову. Они вывели югорчанку на загородную трассу. Женщина ехала из Ишима в столицу Самоатлора, случайно свернула в наш город и заблудилась. У меня сломался навигатор, а Яндекс.Карты выдавали такие результаты, что мне просто пришлось кружить часа полтора по сургуту. Я остановилась возле ленты, по-моему, улица 30 лет Победы, 75. Но выбрала самый крупный ориентир, который у меня был вблизи. Позвонила в службу 112, и там мне прислали наряд, наверное, правильно говорить, сотрудников ГАИ. Огромное спасибо сотрудникам ГАИ за то, что они мне помогли выехать из города. Отнеслись серьезно к моей проблеме, хотя можно было найти, наверное, и другие пути решения этого вопроса. Но на тот момент я уже была настолько уставшая, простывшая, потерявшаяся в сургуте, что другого варианта не нашла. Субтитры создавал DimaTorzok